Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость Анапы-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Три месячные нормы осадков за двое суток. На Анапу обрушились проливные дожди с ветром и грозой. На устранение последствий стихии брошены всей силой города. Высокая гражданская ответственность. Несмотря на сложные погодные условия, анапчане пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать за будущее страны. Доплыть до победы. Участники президентских состязаний продемонстрировали выносливость и волю к победе на воде. Жители Анапы и гости города-курорта, получившие открепительное удостоверение, проголосовали на выборах депутатов в Государственную Думу. Сложные погодные условия внесли коррективы в ход выборов, но не сорвали их. Все избирательные участки отработали на 100% с 8 утра и до 8 вечера. О том, как в нашем муниципалитете проходило важнейшее для России и Кубани политическое событие, в нашем материале. В здании детской школы искусств, в станице Гостогаевская, где располагался один из избирательных участков, мощным порывом ветра сорвало кровлю. Затем хлынул ливень. Менее чем за час выпала полуторамесячная норма осадков. Глава города на месте принял решение о переносе участка в соседнее техническое здание. Сергей Сергеев отметил слаженные действия сотрудников полиции, спасателей, энергетиков и членов избирательной комиссии. Ряд избирательных участков в зоне охваченной стихии были вынуждены перевезти на питание от аварийных генераторов. Но непогода не помешала тем, кто думает о будущем, прийти на свои избирательные участки. Алексей Николаевич ждет от депутатов народных решений. В городе днем процесс голосования не был омрачен тучами. Грозовой фронт обходил стороной, шла торговля, отовсюду слышалась музыка. Многие приходили на участки с детьми. Светлана пришла с дочкой Виолеттой. Это младшая. Старший сын в следующем году пойдет в школу. Я недавно только переехала, поэтому я пока обустраиваюсь. И пока мне все нравится. Ну, что-то лучше для детей, может быть, школы. Анапа – курортный город. Те, кто приехал на отдых, могли проголосовать по открепительному удостоверению, полученному заранее. Елена Сахалина в Анапе 10 дней. Говорит, что нравится климат, море, фрукты, добрые отношения жителей. Вместе с тем, короткий перерыв на выборы – обязательная часть программы. Мне кажется, до каждого гражданина прийти и проголосовать. Депутат Госдумы 6-го созыва от ЛДПР Андрей Луговой вместе с супругой проголосовал в Анапе по открепительному удостоверению. Оценил и высокую избирательную активность анапчан, и в целом организацию выборного процесса. Я думаю, здесь все неплохо поработали, все партии над тем, чтобы все-таки избиратель пришел и выразил свою позицию. А с точки зрения организации вообще нет вопросов. И концерт, и плюшки, и булочки, и все организовано, быстро, оперативно, без очередей. Поэтому я считаю, все нормально у вас, так что молодцы. Для главы города-курорта оценка работы комиссии – задача первоочередная, а голосование – скорее небольшая передышка. Мне кажется, сегодня назрел момент. У нас есть позитивные подвижки во внешней политике, но на сегодняшний день внутренняя политика. У нас на территориях командовать хотят все, а отвечает один. Я думаю, новый состав Думы, он на это обратит внимание. Потому что я проговаривал период агитационных мероприятий с людьми, и люди прекрасно все понимают. Вскрытие урны под счет голосов. Непогода неизбежно сказалась на явке, но не изменила главного результата. Выборы состоялись. Многие анапчане, а также те, кто часто бывает в городе-курорте, отмечают постоянные перемены к лучшему. В том числе и за такую стабильность проголосовали те, кто пришел на избирательные участки. За стабильные курсы и экономический рост. Большинство пришедших на избирательные участки анапчан отдали свои голоса за Единую Россию. Партия получила 69,42%. ОКП РФ – 9,3%. ЗЛДПР проголосовали 9,78% избирателей. За Справедливую Россию – 3,2%. При этом явка составила 48,1% от общего числа избирателей. Государственную думу в Анапе будет представлять Иван Демченко, который набрал более 70% голосов. Итоги предварительные, но лидерские позиции не изменятся. Власть Анапы получили высокую оценку руководителя региона за то, что обеспечили бесперебойную работу участковых избирательных комиссий, несмотря на сложнейшие погодные условия. Как подчеркнул губернатор, дали возможность избирателям реализовать свое право выбора. Погода подкачала и в Новороссийске, и в Анапе. Но, друзья, самое важное, что выборы прошли, я считаю, они легитимно прошли. И участок в Анапе вовремя заменили, и в Новороссийске вовремя начали ликвидировать последствия, что не послужило препятствием для воли изъявления граждан. То есть везде сработали оперативно. И отдельное спасибо хочу сказать и сегодня главе Анапы, и исполняющему обязанности главы Новороссийска за оперативные действия, за мобильные действия, за правильные действия, за то, что просто не сорвали выборы в своих муниципальных образованиях. Вот за это огромное спасибо. Персонал. Городские службы продолжают ликвидировать последствия проливных дождей, которые прошли в эти выходные. В курортной части города местами оказались размыты тротуары. Потоки воды повредили инфраструктуру центрального пляжа. Коммунальщики говорят, что ситуация находится под контролем, и уже через один-два дня последствия, обрушившиеся на Анапу стихии, будут устранены. Такую картину сегодня можно было наблюдать в курортной части города, а также основных выходах к центральному пляжу. Именно здесь проливные дожди, которые шли практически все выходные, собирались в потоки, прорываясь в низину. В основном пострадали тротуары, так как вода размыла основание. Коммунальщики сначала досыпали песчаную смесь, а затем давали ей просохнуть, и уже потом по обычной технологии укладывали плитку на место. Поручение главы максимально короткие сроки все восстановить и привести в нормальное рабочее положение. Сейчас работает бригада ремстроя в количестве 55 человек. В конце дня вы уже не заметите, что что-то произошло. Мы все устраним в конце дня, все будет нормально, никаких проблем нет. Материалы все есть, рабочие есть, техника есть, все делаем в обычном режиме. За двое суток выпали три месячных нормы осадков. По словам очевидцев, пик пришелся на ночь с воскресенья на понедельник. Артур из Юровки работает таксистом. У него залило водой машину. Рассказывает, как в половину четвертого ночи принял вызов. Клиенты так и не подошли. Собрался уезжать, но заметил двух девушек, которых буквально сносило потоком. Увидел этих двух девчонок, которые страдают, тех не видно. Я этих сразу же захватил себе в машину, чтобы развернуться, выехать. Разворачиваю, чтобы выехать. На капоте вот такая волна. Вариантов нету. Бросаю машину, вытаскиваю девчонок и вытаскиваю туда на выход. Вот зашли мы в кафе. Досталось инфраструктуре центрального пляжа. Сегодня и завтра арендаторы совместно с городскими службами будут приводить его в порядок с использованием специальной техники. Специалисты говорят, что на это уйдет пара дней. За это время посчитают ущерб, который нанесла стихия. Ну а какой погоды ждать анапчанам на этой неделе? Грозовых туч или ясного неба? Нам рассказал главный синоптик Рая Андрей Бондарь. Мы уже в среду ждем очередной холодный фронт. Перед этим, правда, у нас будет вынос с юга. На завтра мы прогнозируем достаточно высокие температуры. По Анапе, скорее всего, будет температура где-то в районе 26-28 градусов. На последующие сутки уже на среду территорию края снова будет проходить очередной холодный фронт. И на этом холодном фронте возможны осадки, местами сильные. Где-то от района в Туапсе-Джубге и практически до Анапы. Вот эта зона вся будет подвержена осадкам. Осадки продлятся тоже относительно недолго. В течение суток-двух фронт будет проходить территорию края. То есть это в среду, в четверг. В пятницу уже переменную облачность мы прогнозируем. Выходные будут более-менее безоблачными. Но холодный фронт, который пройдет в среду, принесет пониженные температуры. То есть вот где-то, как на уровне сегодня, может даже на 1-2 градуса ниже. Порядка 18-23. И в завершении выпуска новости спорта. Во Всероссийском детском центре «Смена» в рамках 18-х президентских состязаний стартовали соревнования по дополнительным видам спорта, которые открыло плавание. Несколько дней молодые спортсмены усердно тренировались, чтобы показать хорошее время на дистанции в 50 метров. Класс команды проходит парадом в форме своих регионов и идут готовиться к заплыву. Ставим здесь свои рекорды и наши пишут имена. Сегодня сменовцам предстоит соревнование в личном зачете и командная эстафета, во время которой в общей сложности им предстоит преодолеть 200 метров. Первыми на 8 плавательных дорожек выходят девочки. Я проплыла 39-0. Я, если честно, плавала последний раз в бассейне вообще в таком и на соревнованиях 4 года назад. То есть я не знала, как я проплыву. Я думала, у меня будет худший результат здесь вообще на соревнованиях. Но все обошлось. Первый раз я вообще не занимаюсь плаванием. Первый раз на каких-то соревнованиях это было очень ответственно. Наверное, мы же город Москва, мы очень любим свою столицу. И это был, наверное, самый лучший мой результат. Мы тренировались в лагере «Патриоти» в Московской области. Там результат был на 10 секунд хуже, чем в этот раз. Проплыть на скорость 50 метров для многих – большое испытание. Многие своим результатом довольны. Ксения Вороткова, несмотря на хорошее время, считает, что могла проплыть лучше. Я проплыла за 37,9 секунд. Ну, я могла бы лучше проплыть. Я знаю, что мой рекорд был 34 секунды. Без поворота, конечно. И сил тут невозможно было рассчитать. Возможно было лучше проплыть. Но в конце было тяжело. 16 заплывов девушек и 20 заплывов юношей. Несмотря на разный уровень подготовки, участники показывают высокий результат. Участники и команды, показавшие лучший результат, получат кубки и медали на закрытии президентских состязаний. Хороший результат – это важно. Но главное, что каждый пловец сегодня одержал личную победу и достойно представил свою команду, не жалея сил. Волнуюсь, и хуже результат будет. А так, ну, можно познакомиться тут с кем-нибудь. Может, с ним в заплыв попадешь, можешь поговорить с ними, посоревноваться. Может быть, кто-то из них, после того, как он сюда приехал, поучаствовал в этом, начнет заниматься спортом серьезно. Соревнования, общий фон в таком бассейне новом, красивом. Великолепно. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Звоните 48 300.